всем привет дорогие наши друзья и гости нашего канала мы с вами на нашей кухне нам пришел на обзор домашний от фирмы домашний заготовщик автоклав поставили мы сашей стол сюда поближе здесь у нас будет индукционная плита стоять на чем будет готовиться саша достал его с упаковки на дне получается автоклава наклей приклеенная бумажка внимание в общем там чтобы обязательно его прополоскать от всего но вот металла металлической пыли металлической пыли мы его промыли сейчас наша его пустой поставить нальет воды что ты там еще дальше будешь делать я сделаю водичку налить сюда это первый запуск нужно холостую сделать литр воды сюда нальем и все все датчики зарядить масло чтобы точно точнее показывать его так поставим все и то есть надо до рабочей температуры догнать до 120 градусов догоним как проверяет надо чтобы клапана все работали ну и термометры и датчики чтобы все правильно да я еще добавлю перебила сашу в общем вот этот датчик саша его не будет устанавливать он будет работать нашим да потому что я сейчас его проверю но хотя в принципе на холостом сейчас я попробую саши я приготовила чистый шприц потому что он ему понадобится все мы приступаем пока он будет холостую работать мы займемся мясом и дальше уже в ролике вы все увидите ссылочка на домашний заготовщик автоклав будет в описании под видео в ролике и еще мы закрепим в комментариях оставим закреп там еще будет промокод семейка на 5 процентов но он там сразу нажмите на ссылку нажимаете сразу подавите если кому-то интересно заказывайте это вообще здравая вещь сейчас мы будем с вами его испытывать так ее ждали вообще сейчас мы пробовать у нас теперь столько рецептиков будет саша уже все расход пошел вот у нас тут мясо сколько мясо но мы мы поставим ролик это завтра ну следующий будет ролик мы покажем как мы подготавливались к этому где мы что покупали как мы долго искали банки пол-литровые вообще это вы увидите в следующем видео но все мы приступаем вам отличного настроения оставайтесь с нами смотрите что же у нас получится саша сюда вылил один литр воды масло он уже сюда добавил где вот ну стоит датчик температуры и уже начинает сейчас подключать сполоснули вот это фальш дно саша уже его туда на дно отпустил там где вода находится уже все почти подготовили сейчас на холостой хвостом сейчас холостую все прогреем а сколько на холостом она будет стоять ну пока все дать пока температура не дает до 120 градусов ну все давай тогда не до 120 ну там вообще до 100 градусов вообще рабочий режим это 117 градусов вообще вот так должно быть ну все будем процессе снимать показывать саша плотно уже поставил крышку чтобы она соприкасалась там везде аккуратно и уже закручивает все ясно и готова одновременно так раз раз нас каролиночка пошла на дневной сон а мы пока будем заниматься тушенка я сейчас перемою банки соды их пищевой выполоской хорошо и уже будем готовить начинку все готов все готов но теперь подключай я сюда на стол поставила две упаковки банок я сейчас первую начну пока подготавливать пока помою их и у саши там как раз все это прогреется налилили в литровую банку воды это саша опустил этот шланчик ну и литр воды который в автоклаве он быстро сейчас закипит саша следи здесь за этим клапаном так камера настройся хорошо уже потихоньку начинает двигаться до температура 24 если честно мы немного волнуемся на первый раз когда что-то ты делаешь все равно волнение приходит сейчас холостую прогоним а там дальше все как по массу как говорится с боевым крещением да просто потом уже рецепты будем всякие подбирать и то где-то может что-то добавить где-то как-то может соли многое вообще на баночку идет 5 грамм соли вот как я смотрел ну ну дай бог 64 с половиной уже клапан наверное зашипел да вот пузырица брызги летят 66 но где-то это примерно за 10 минут я пока только там тазики воду подготовила сода достала банки мыть по идее что должен клапан уже сработать до восемьдесят два с половиной восемьдесят пять выше и давление поднимается но здесь это я потому что вспоминял на нашем уже термометре показывает что 110 ну-ка покажи проверим здесь но нет она уже сбросилась 98 сейчас 100 на 117 должно сработать ну вот по идее вот сейчас он должен там туда бульку уже пускать подождем все это так волнительно но так интересно да умеешь пока еще пока нету там сколько уже 109 вот все будет все сейчас кинул только чтобы вот все пошел срабатывать ну значит все проверено все здорово но здесь градусы стоят 10 ну-ка сейчас проверим здесь 110 110 но здесь уже градусов 115 я вот прям уверен ну что 10 было это на этом она уже прогрелась сколько там 95 ну вижу сбрасывает все в воздух все пошла ну все пробный тест прошел вон видишь уже 110 на самом деле сейчас правило рабочая температура 117 уже здесь есть вот все работа пошла ну а теперь надо заниматься мясом уже и готовить банки тушенки тушенку тушенку вот все 117 градусов вот она рабочая температура сейчас все она как бы она так и должно то есть здесь надо построить чтобы она у нас и вот эту температуру 118 но держит видишь и она сбрасывать все нормально 188 вот такая вот это сейчас идеальная температура все так вот и будем делать все нам чтобы долго не ждать когда он остынет саша сейчас открывает клапан там красную ты тут и спускает сейчас охлаждение будет происходить температура было почти полтора до а сейчас уже 16 было я уже первую упаковку баночек перемыла соды пищевой все вышло как быстро теперь открываем все это сливаем то что там что это осталось и все заново заправляем и мясо все саша хватит уже здорово позитивный у меня муж всегда нас веселит особенно еще нас всегда как разыгрывает то надурит кто разыграет весело в общем у нас проходят не вот марина у нас уже баночки все почти все готовы у меня тут 21 банку мы насчитали ну да мы с содой соды пока перемою переполоскала вот эту первую часть еще саша предлагаю через микроволновку водички наливать ну как я всегда это стерилизовала а саша говорит что ну здесь она в автоклаве как бы все простерилизуется но я еще раз потом прополоскаю хорошенько да мы наверняка чтобы уже нормально наверняка чтобы это конечно много всякой информации пересмотрели кто-то ничего не идет просто помыли поставить ну каждый по-своему приловчился кто-то на уксус уксусом споласкивает нам тоже очень много писали но я уксусом боюсь не знаю как-то с уксусом нормально нормально работает ну у нас он уже остыл марина вообще хотела их простерилизовать прям паром я говорю ты что обезумило что мы саша знаете что сделали когда остыло он давление да я спустил и фальшно он получается достал потом обратно воду вылили поставил мы взяли банки и решили проверить сколько же в нас сюда входит поставили на дно получается 7 и 3 21 банк вас одна банк прям банки взяли такие которые должны быть здорово конечно это мы выпустим отдельный ролик покажем свои поездки свои приключения но мы продолжаем дальше работать сейчас саша уберется со стола стол вернет туда где у нас да и буду мясо нарезать и начнет уже мясо а что-то мы взяли мясо знаете как мы взяли чтобы осталось на борщ еще нет ну как бы там да там мы шею взяли и лопатку до шею лопатку и ничего косточка вот то что будет так это конечно на борщ возьмем ну так скажем мясо ну недорогое насколько ну вы там в ролике увидите мы все покажем в общем до 8 килограмм на дверь на две скопейки или две тысячи рон не там даже две тысячи переставили мы стол саша уже занимается мясом я ему сейчас подам все тазики все чашки чтобы куда мясо куда кости убирать в общем вот такая вот у нас тут так это у нас лопатка получается нет это у нас ну как вырезка над шеей или как что-то там написано забыла я уже вырезка шея на шее в общем да так развернуть вот тут одна такая кость вот это вот идет и остальное все это мякоть на кости же немного да нет там хватит она мы натушите здесь вот такая вот косточка здесь попалась но это кровь плохо видно вышла и закупорилась сейчас вырежет и лежаки будут кушать всем хватит ладно я сейчас полос на уроке положу телефон и дам всю посуду тебе саша попросил у меня весы наши кухонные в рецепте он прочитал и вот который у нас в комплекте пришла с автоклавом там написано сколько кусочки граммов от 50 до 120 грамм и еще саша вот пока на кухне тут я мыла банки разговаривали саша смотрел ролик и там мясо получается в банку кладу 420 грамм в рецепте написано 480 ну мы придержимся 420 грамм потому что многие кто опытные да мы придержимся 420 грамм ну то есть вот как опытные уже делают они тоже прошали мы будем тоже делать по 420 грамм в банку закладывать и посмотрим что будет то есть мы будем же ложить лаврушку на низ ну там и весь листик тоже маленькая подойдем пол листика лаврушки и и 3 3 горошка будет а соль сверху и соль сверху я пока сейчас кто-то кто-то делает соль сразу с мясом перемешивать чтобы сока больше ну кто-то так но я вот видела на дно банки кладут перец лавровый соль ну давай саша тут уже измерил пару кусочков у него в среднем где-то выходит 46 47 грамм 50 грамм профессиональный мясником станешь мясник наш сидит ножами играется разложил в общем а сделал саша все нарезал все подготовил осталось промыть мясо и можно уже закладывать по банкам стол освобожу вытеру косточки вот такие стали 17 костей вышло полтора килограмма из 8 килограмм всего общего мяса было веса 8 килограмм то есть полтора килограмма костей вышла но мы сильно ребра не срезали мы прям мясную косточку оставили на суп на борщ и вот это тушить картофель там с овощами мы здесь все мясо у нас не уйдет на кашу хотим еще оставить следующий касса промыла мясо уже все подготовила саша баночки здесь выставил а мы покупали банки и вместе уже вот с такими крышками белорусскими мужчина нам сказал и в общем банка вместе с крышкой за одну идет 22 рубля что такая цена этим банкам сейчас я их отправлю в кипяток они чтобы распарились аж уже подготовил черный перец горошком и лавровый лист пока он будет раскладывать по банкам я уже займусь крышками но и будем продолжать уже закладывать мясо и отправлять уже в автоклав пока я занималась крышками саша здесь уже разложил где-то по 4 где-то по 5 кинул и лавровый лист везде нам до перец горошками где-то 4 где-то 5 да и еще я скажу решили мы сделать 16 банок а остальное мясо мы оставили на кашу подготовили мы тушенку привет привет проснулась дочь сейчас мама освободиться возьмет тебя она тут проснулась кричит к мамочке к мамочке юля уже принес и привела ее на кухню вот мы придержали здесь 420 430 где-то есть так погрешность плюс 10 там 5 10 грамм в общем так у нас надо вот там написано в инструкции что ну как в рецепте что 23 сантиметра от верха должно оставаться в банке то есть по плечике надо закладывать крышки у нас уже распарились сейчас саша будет просыпать соль а потом закрывать крышками отправлять уже в автоклав выставлять время а я займусь посудой мне надо навести на кухне порядок но все прекрасно понимают когда готовится то там то тут все лежит в общем сейчас я перемою сейчас дочь я тебя возьму сейчас мама освободиться чуть-чуть выспалась а выспалась до мальчишки там разговаривают по телефону в общем но мы продолжаем дальше работать пока я мыла посуду саша уже здесь просыпал везде соль он через весы по 6 грамм до по 6 по 5 грамм по 5 грамм соли у нас мелкая соль но мы мелко не любим солить мы почему-то последнее время всегда пересаливаю и поэтому мы купили крупную и уже просыпали ну все саша сейчас крышки будет закрывать и отправлять крышки мы запарили а я говорила я говорила да пока ты занимался раскладка мяса я уже это крышки отправляла чтобы резинки а вон на печке стоят кастрюли с горячей водой закрутили мы крышки такие крышки прям это интересны для закруток вот так у нас саша все утрамбовал каждую баночку ну чтоб два этих улечка у нас чай с чесночными булочками кушает саша уже загружает наконец-то мы дождались по 7 баночек на как ты так по середине поставил по 8 банок может не надо середину закрывать почему ну я так думаю может быть не надо вот так и ставят все я смотрел уже ты чё прям вот середину закрывает тогда по 8 банок 16 тут выходит два ли да а я думала третий раз 2 банки пойдет третий ряд ну смотри вся ответственность на сашу будет я туда особо не снимает там у нас белье висит 16 банок получается 24 банки может влазить вот которые мы купили так и говорили что есть продлиненные есть кузатенькие банки и все из-за формы каких-то влази 21 каких-то 24 то есть нам 24 банки вообще смело ну значит две упаковки вот что 24 все правильно но давай можно было бы сразу еще и каши сверху сделать давай мы первоходцы да сначала тушенку все равно есть и страх и риск вдруг что-то не так конечно конечно не по поводу автоклава по поводу ну нас не умел пока еще не незнакомым с этим кстати в комментариях писали по поводу того что там ну что у нас там один петух и мясо пока конечно мы покупаем но мы планируем на будущее семья то у нас большая планируем на будущее заводить хозяйство и это очень хорошее как говорится мы даже саш еще чай не попили когда на блинчики потом с мясом будем делать сейчас она будет готовить сама блинчики с мясом сделаем с творогом у нас особо никто не ест не любит оля у нас уже завтра приедет получается в 6 утра придет поезд гулеванка здорово 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 да все готово все готово закрутил саша силой все все отлично юля говорит юля говорит скоро тушенка приготовила по поводу тушенки ням 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 как саша сразу две три баночки сразу две три баночки хоп да у нас еще же картофель круглый с луком есть так что ты забыл опустить кое-что в банку да каролинка возле папы там бегает ну все я поснимаю когда уже будет клапан сработает как начнет он каролинка заглядывает еще нет давай лучше сделаем на поменьше я вспомнил так на поменьше сделаем чтобы вот этот весь воздух вышел а потом это как-то не назвали я не помню ну короче надо лучше сначала поменьше а потом уже когда закипит и все нормально потом можно либо прибавить либо убавить все ну все ладно ну с богом на градусники у нас сейчас 74 градуса почти 75 и клапан еще не закрылся так и сейчас постараюсь сделать так чтобы его видно было хотя я думала что на 72 градуса саша говорит проверим подождали ой смотри вот сейчас это если просто то что мы банками его загрузили видишь он пустой был так он закрылся быстрее а ну да возможно невозможно в принципе так ну ты и прав я тут на цепочках стою потому что мне чтобы вытянуть руки и заснять это этот момент я остановила съемку он говорю все рука затекла сейчас саша говорит отключишь камеру и он сработает я греть дождись ну вот уже 80 градусов а клапан еще не закрылся банками загружены середина закрытая я так думаю надеюсь на это он должен сработать если он не сработает то печально да он должен сработать так ты мне тут грусть не нагоняй да мы просто потом пальцем так закроем все ну убирает и что делаешь да пусть все автоматически как положено ну что там нет намека нет внутри булькает 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 я уже здесь посуду брала осталась там одна тарелка до стакана чай ребятишки пили нам все помыть прибрать да убирать уже белье снять сухое когда мы сегодня ездили на рынок зашли сашей и купили мне вот такие вот очки они затемненные как бы их показать то ну на себе и покажи я делаю потому что каролина мне опять сломала ушко ушко она прям взяла так разломал ни у меня не у юлия скажите красиво же даже ведь или они еще 0 на видео это широко кажется да и потому же затеняет вот здесь вот эти места на видео из-за этого кажется свет у нас еще на галатаре что это дима когда приехали в школу дима забирать это затенение вот я прям отсюда вижу и дива говорит ой мама говорит а тебе говорит идет так красиво я куда сыночек спасибо большое порадовал маму саша танцует у меня на заднем плане ждем когда клапан сработает когда сработает чтобы уже быть спокойным и дальше заниматься своими делами потому что работа очень-очень много ну что сколько там градусов саша градусов восемьдесят шесть градусов ровно девяносто 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 шесть по моему если не ошибаюсь вот это ближе к температуре саша читает инструкцию и у нас оказались вот банки которые мы купили у дедушки они по госту двадцать четыре банки в нашем автоклаве получается у саша смайлик светится освещает так там стоит уже сколько там градусов 96 96 96 у меня сегодня в планах было заняться холодильником навести в нем порядок но руки не дойдут сегодня как мы угадали с банками и так рад каролиночка зайка моя тюма я солнышко мой мой тебе сейчас пойдем там пипетка должна закрыться каролиночку папа на руках 96 градусов здесь уже начинает обильно ну каролиночка тоже хочет посмотреть папа на руках любознательная наша доченька ну что 96 и 3 как раз вода закипела ну как показалось все клапана закрылся на 99 градусов теперь у нас будет подниматься давление 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 будет до полутора ну да посередине как раз между 1 и 2 до полутора бар будет все ждем прошло у нас 40 минут уже отключили температуру температура начала но потому что время было выставлено температура начинает уже падать здесь давление тоже уже начинает потихоньку падать было полтора в среднем она так и держалась и температура в среднем где-то была сто восемнадцать сто семнадцать с половиной сейчас остынет и потом уже будем доставать получилось как саша услышал что одна вроде бы банка до крышка хлопнула либо крыша слетела либо нет на банку чтобы взорвалась не похожа нет треск крышка слетела да ну без как всегда как говорят первым блинком иногда бывает такие в общем ну ничего остынет протерем посмотрим не у нас одних банки взлетает там еще неизвестно 1 или 2 первоходцев у всех взлетает в общем ждем остывание и уже вам дальше покажем остыл у нас автоклав будем смотреть что же у нас там получилось ну что может быть внизу ну ка я посмотрю ну все кипят они вряду камеру запотела кипят еще но все пусть стоит пока открыто я немного хочу давай но она же доходит вот сейчас ну так то вроде взрыва на нету ничего не видно там она запах вообще они ждут крышки присосутся ну понятное дело на в вакуум этот произойдет ну ждем ждем еще минут 30 до ну да и засниму уже когда достанем уже на стол выставим ты доволен юля ты довольна значит одна крышка где-то внизу она отошла но она видно банкой прижата возможно ну вот запах стоит уже шикарный здорово я доволен безумно доволен вообще классно прям вообще я доволен не надо саж пусть постоит подожди пусть постоит конечно подожди надо как-то показать камера вид что цвет какой воды ничего не добавляли не там воды нету собственно соку ну аккуратненько поставь пусть она дойдет приготовили мы семьей тушенку в автоклаве фирмы домашний заготовщик еще раз я повторюсь ссылочка будет в описании под видео и плюс еще в закрепе в комментариях также когда по ссылке вы переходите там будет промокод семейка и пять процентов будет скидка от заказов у нас автоклав получается на двадцать четыре банки я не знаю мы очень-очень довольны спасибо огромное что нам прислали на обзор такой автоклав для нашей семьи это прям такая поддержка во первых там книга рецептов очень много естественно мы будем все пробовать и вам на канале будем с вами делиться и показывать рекомендую в использованию он не сложный как вы уже увидеть увидели в ролике потому что ну для нас вот мы первый раз это все делали никогда с таким не сталкивались но если честно да для нас вот первый раз не имея большого хозяйства это не составило туда приготовить еще хочу сказать что когда мы думали что какая-то банка то ну крышка в общем слетела нет все крышки на месте сейчас одно остынет и в следующем ролике мы покажем когда уже до полного остывания будет тушенка мы откроем и покажем как она внутри приготовилась в общем вблизи видео сниму всем огромное спасибо за поддержку рекомендуем автоклав фирмы домашний заготовщик я такая счастливая и довольна конечно для нашей большой семьи это прям удобно и под спорю на будущее мы будем заводить хозяйство и он у нас будет чаще в использовании но в этом ролике с вами попрощаемся увидимся мы с вами совсем скоро всем до новых встреч пока пока